Приветствую вас. Я думаю, что вам несколько ошибочно полагать, что это болезнь. Вот, по крайней мере, мне болезнью назвать это крайне сложно. Естественно, может быть сильно, сильно, достаточно сильно отклонение от нормы и тогда это может, конечно, называться, может назваться, может назваться болезнью, может назваться заболеванием, вот, но на данный момент я не думаю, что это болезнь, я думаю, что это некоторая такая у вас проблема психологического характера, конечно, вот, которая, во-первых, началась, когда вам было 20 лет, то есть, ну, именно вот в 20 лет с вами, может быть, что-то произошло, может быть, раньше с вами что-то произошло, такого, что повлияло, ну, что повлияло на то, как вы себя, например, чувствуете сейчас, допустим, вот, но это не могу назвать это болезнью, опять же, до тех пор, пока не будет поставлен диагноз. Вот, диагноз мы не ставим, ну, то есть вот именно очно, заочно вам никто диагноз не поставит, вот, заочно вам диагноз не поставит никто, никто, вот, поэтому тут вариантов, на самом деле, несколько, да, либо вы как-то вот признаете вот тот факт, что вы не болны, и, ну, да, вам нужно работать над собой, безусловно, нужно исследовать данную проблематику, что-то, собственно, сделать, ага, либо вы обращаетесь к врачу и работаете, непосредственно, непосредственно в этом направлении, то есть, непосредственно в направлении, ну, оккупирование и коррекция заболевания. Вот. Значит, ну, пока что сказать, что вы болеете нельзя. Дальше. Что касается самой ситуации, то, м-м, вы боитесь людей, боитесь с ними общаться, боитесь с ними взаимодействовать, боитесь с ними как-то, значит, контактировать, вот, и, ну, основное, с чем это может быть связано, основное, с чем это может быть связано, это с тем, что вы боитесь оценки. Люди всегда, практически, испытывают некоторую трудность с самооценкой, тогда, когда боятся общения с людьми. Ну, в какой-то степени вы сами подтверждаете то, что я говорю, вот, потому что пишите, пишите про то, что, может, переживают, нервничайте, когда нужно куда-то идти, ну, с людьми куда-то встречаться надо, вот, вы переживаете, нервничайте, нервничайте, вот, и это, конечно, большая проблема, вот, на мой взгляд, по крайней мере, конечно, большая проблема, вот, потому что, ну, вам сложно, вам тяжело, вы немножечко, вот, как-то, ну, постоянно, да, вот, не в том ключе мыслите, не в том ключе думаете, вот, вы переживаете через чур сильно за те вещи, вот, которые, за которые, может быть, не нужно переживать, вот, понимаете. Основная проблема, это, вот, принятие, не принятие такое, вот, в себе, да, вот, основная, основная проблема, это, вот, как раз, низкая самооценка, неверная в себе, и проблематика от того, что вас могут оценить другие люди, вот, если вы боитесь оценки людей, вот, и это проблема, то, что вы боитесь оценки других людей, вот, ну, собственно, то, что вы боитесь оценки людей, да, это, вот, как раз, основная проблема, то есть выходя в свет, да, грубо говоря, грубо говоря, идя куда-то, вы, как-то, вот, в первую очередь думаете про то, как вас оценят, а, как вас, ну, будут оценить люди, вот, и, конечно, ну, по-другому вы не можете себя есть, вам слишком, слишком это вас волнует, конечно, так что вы можете сказать, что я вас понимаю, но, другое дело, что, проблематику ваша, ваша, вот, не решает, не решает, конечно, нужно работать, там, этими вещами, вот, которые я вам озмучил, и, соответственно, тогда уже можно будет, как-то, как-то говорить о лечении ваших проблем, проблемах. При этом важно, чтобы вы не, ну, не прятались, чтобы не прятались за идею, там, болезни, чтобы вы не прятались за идею, ну, вашего заболевания, да, вот. То есть, это, такой, достаточно, тоже, ну, значимый момент, вот, потому что, ну, довольно легко спрятаться за болезнью, и, ну, как-бы, как-бы все, да, ничего не делал больше. Просто я болен, ну, все, значит, вот, это важно тоже, чтобы этого не было, на мой, на мой, на мой, на мой взгляд. Так, сейчас посмотрим, что вы написали, а, ну, соответственно, вы чувствуете себя незащищенным, а, почему-то вы видите угрозу в том, что, а вот, ну, вы можете, как-то, вот, взаимодействовать с людьми, вот. Надо бы понять, чем конкретно, чем конкретно вы видите угрозу и чувствуете ее, вот, и разобраться с ней, то есть, научиться с ней существовать. Существовать, вот, с угрозой, а, ну, вашей, вот, с той, которую, которую вы чувствуете, вероятно. Вот, ну, как, как это сделать? На мой взгляд, идеально, он можно разобрать на индивидуальном версии, потому что нужно понять все нюансы в вашем. На мой взгляд, а не просто на вас какие-то советы, да? Вот, ну, уже сейчас вы можете, можете для себя попытаться выделить следующие такие вот моменты важные, как, как то, например. А, значит, чего, чего конкретно вы боитесь? Вот. Вот. Попаратик найти это чисто, чего именно вы боитесь? Чего я боюсь? Вот. Что мне угрожает? Вот. И так далее. Это важно. Для вас это важно. Важно, чтобы вы понимали данный аспект, понимали данную ситуацию, данную ситуацию, данный момент. Чтобы вы отдавали себе в ней отсчет. Вот. Вот. Это важно. Для вас это важно. Вот. Ну и дальше попробуйте посмотреть на то, какие чувства могли быть с вами подавлены. Вот. Я сейчас не шучу, я говорю на полном периоде сейчас, вот, то есть какие чувства могли быть с вами подавлены. Вот. А что вы могли подавить? Это важно. Потому что, в том числе, из-за подавленности чувств, вот, у ваших, имеет место быть ваша проблема. Такая вот проблематика, по которой вы, ну, описываете. Вот. Невозможность себя защитить, отсутствие возможности себя защитить, отсутствие лишних границ. Все это, конечно, крайне тяжело сказывается на вас, да, все это крайне, ну, болезненно может сказываться на, ну, на ваших отношениях, конечно, с, ну, людьми. Вот. И это крайне важно понимать. Вот. Тоже. Вот. В принципе, наверное, на сегодня то, что я, ну, то, что я на сегодня мог бы вам сказать. Вот. Наверное, это на сегодня все. Пока что. Вот. Больше ничего добавить здесь нельзя, потому что, ну, мало информации, мало, достаточно информации я себе предоставлю. Вот. Все на этом. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы, какие-то, какие-то. вот. Вот. А не будете считать, что вы больны, потому что это еще не факт, да, не факт, что вы больны. Но при этом за болезни вы можете прятаться, вот. Это не если для вас хорошо. Ну, если вы будете прятаться за, ну, за болезнью своей. Вот. Поэтому так важно, чтобы вы смотрели на вещи и на свое состояние реалистично. Я надеюсь только что это сделать. Вот. Ну, на этом все. Я надеюсь, что это было, что это помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, я надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, разрешится с помощью психолога или без нее и вы сможете найти из нее выгод. Всего вам самого доброго.